В России продолжается планомерное уничтожение институтов государства. Сегодня, 8 октября 2013 года, то, что осталось от замоскворецкого суда Москвы, выносило приговор фигуранту дела 6 мая Михаилу Косенко. 6 мая 2012 на Болотной площади Михаил Косенко был обычным митингующим. Никого не бил, не сопротивлялся, травм полицейским не наносил. Но приказ сажать поступил с самого верха. Поэтому, когда обвинительный приговор стал немилосердно рушиться, тут же вспомнили, что Косенко когда-то имел проблемы с психикой и даже наблюдался. Конечно, никакой он не шизофреник и не маньяк, но приказ-то выполнить надо. И судья Москаленко выполнила. Задрала мантию и изнасиловала Фемиду. «Свободу прокурора! Есть ли выслать работу?» «Свободу! Свободу! 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 Программировали, протестовали, взывали к справедливости. Ну а толку? Большинство-то молчит. Наверное, согласно с окончательной узурпацией России, а также с тем, что завтра и к ним придут, и также посадят. Лишь бы не сегодня. Свободу! Свободу! Полицаяни лютовали, тупо исполняли приказы. Винтить одного, второго, третьего. И они вгрызались в протестующих, превращаясь в бульдогов. Бульдогам не бывает стыдно. Хозяин покормил и уже хорошо. Недаром Путин поднимает зарплаты своим охранителям. На них и держится. А закон, что дышло, и защитить его некому, кроме самого народа, который то ли уезжает, то ли спивается, то ли вообще умер. А может, сошел с ума, в отличие от Михаила Косенко. Это первая жертва возрождения психиатрических преследований за инакомыслием. Мы этого не оставим. Это уже было в 60-х, 70-х годах. Тогда мы, я имею в виду правозащитники, порядочные граждане, которые нас поддерживали, порядочные психиатры были у нас такие. И за границей такие были. И тогда, знаете, как добились всем? Вот как приостановили вот это. Потухом тогда отправляли инакомыслящих в психиатрические больницы. Мы обратились к психиатрам всего мира. И психиатрическая ассоциация Советского Союза была исключена из Всемирной ассоциации за то, что у нас в психиатрии используют в политических целях. Мы это сделаем сейчас на Косенко. И он выйдет. А судьям и всем, кто этому способствовал, просто позор. Плачи. Миша! 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 Итак, судья Москаленко объявила приговор Михаилу Косенко. Принудительное лечение в психиатрической больнице. Таким образом, суд в России умер и засмердел. Зато вернулась карательная психиатрия. С чем и можно поздравить всех россиян. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Александр Шаров. Политвестник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова